так ну сначала надо выкрутить шпильку потом поставить клапан но шпилька тут беда мне такое ощущение что там оставлено сверло сейчас я вот так рассверлю побольше и попробую чуть туда приварить ну вот я тут расковырял сверлом сейчас будем варить так ну что я вот такой вот насрал стерилину там немножко приварилась лишнего ну думаю она особо влиять не будет сейчас приварим гайку сюда вот так так приварил я гаечку помощней надо туда впукнуть в дэшечки чтоб она промазала резьбу и было побольше скольжения нет как ни странно здесь просто шпилька просто так отломан был болт ну тем лучше тем лучше вот такой вот вот когда есть полуавтомат конечно это очень очень помогает очень помогает и потихонечку прогоним очень хорошо все прекрасно загоним туда два болта обрежем и будет у нас хорошие шпильки вот вот Я думаю, длины хватит. Я думаю, длины хватит. Ну, а если будет немножко длинноватая, обрезать их можно всегда. Так, ну что, собираем клапаны. Все, вытираем. Колпачок я уже поставил маслосъемный. Протираем клапан. Протираем посадочное. Вставляем клапанок. Не забываем колечко, пружинка, пружинка, чашечка, сухарик, сухарик. Ставим под ложечко. Берем резиночку. Берем давилочку. Почти. О! Просто надо было надавить получше. Диаметр вот зависит. Надо что-то среднее между этим и этим. Чтобы сухари хорошо вставлялись. Немножко тукнем. Чтобы они подсели. Тут у нас все хорошо. Сейчас проверочный зальем. Так, ну что, все четко. Весьбу мы сделали. Клапана у нас бензин держат. Ничего у нас не льется. Все прекрасно. Ставим распредвал. Все сухо. Ставим распредвал. И поставим головку. Так, что, распредвал. Распредвал. Аккуратно. Попытаемся аккуратно снять крышечку. Сохранить прокладочку. Не удалось. Не удалось. Ну, тут помешало. Мне надо было вот так зайти. Ладно. Я думаю, найдем новую. Так. Откручиваем. Откручиваем крышечку. А, пальцы коромысел должны выниматься болтом-восьмеркой. Если они вставлены правильно. Вот здесь правильно стоит. Так, это у нас будет хотя разницы никакой. Потому что у нас другие клапаны. И здесь правильно стоит. вот так. Вот так. Распредвал. Все, что нам нужно. Ставим его сюда. Вот так. Сюда. коромыслу ставим. Вот так. Опять же вставляем палец по-правильному. Ну, что палец бывает запихнуть. Тут резьба с одной стороны только. И потом его никаким судьбам оттуда не вытянуть. Так, надо отпускать. Вот так. 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 И этот сразу надо отпускать. Потому что надо регулировать. Так, ну что. Распредвал у нас стоит. Все прекрасно. Сейчас я найду прокладочки. И будем собирать дальше. Так, ну что. Крышечку я почистил. Вот. Прокладочку я нашел. Новую. Смотрим, чтобы нигде не было никакого мусора. Закрываем. Крышки подходят абсолютно одинаковые. 110, 50, 70 кубов. Вот. И затягиваем. Крепко, но нежно. оказывается, здесь есть стрелка. Я первый раз вижу, чтобы тут стрелка была. Может, я раньше не смотрел никогда. Но вот тут, оказывается, есть стрелка. Раньше я как-то ее не замечал. и стрелка получается на выхлоп. Потому что крышка-то она не одинаковая. Она тут ниже, здесь выше. так, сюда прокладочку я тоже нашел. Прокладка маленько как-то вот не подходит. Она денется, но они вот как-то вот такие и есть. Так, ну что? Ставим голову. Тут у нас вроде бы все хорошо. Я тут не чистил. Почему? Потому что ставил головку, которая и стояла. Вот. А сейчас вот на новую прокладку можно маленько и поскоблить. Чтобы не было никаких так сказать зазоров, грязи и мусора. ну тут ничего такого особо и нет. Ставим новую прокладку. Втулок. Втулок центровочных здесь не было. так что втулки я ставить не буду, раз их нет. Надеваем голову. Смотрим кольцо, чтобы было все на месте. Сейчас проверим колечко. Колечко у нас стоит закручиваем болтик. Вот так. накручиваем болтик. Ставим прокладину. и стрелочкой вниз ставим крышку. Первый раз вижу, что есть стрелка. Ставим шайбочки. Железных три вот сюда, а медную вот сюда. потому что здесь масляный канал. И затягиваем. И перетягиваем трещоточкой. Крепко, но нежно. Вообще по идее должно затянуться как бы до упора. Там гайки-то глухие. но я затягиваю как бы на ощупь. крепко, но нежно. Так, ну сегодня все. Надо чистить снег, потому что завтра надо ехать выписываться с больничного, вести жену на работу, а снега засыпало все, я не знаю как мне выехать будет на машине. Мотором пока у нас все. Что я хотел сделать, я сделал, голову я перебрал, прикрутил, в следующей части мы поставим зажигание, трегулируем клапана, закроем крышку и наверное будем ставить на раму и пробовать заводить. Все для этого как бы есть. Ну на этом наверное и все на сегодня. Не забываем кликать на конечные заставки на рекламку, чтобы смекали, что у слесаря падали какие-то центы, я посмотрю сколько за месяц. Я думаю если доллар наберется, ничто в этом мире просто так не бывает. Чтобы что-то получить надо отдать. Сначала минус, потом плюс. Все ребята на этом. Ждем следующих видео. Буду теперь стараться записывать чаще. Скоро весна, скоро тепло, сейчас все растает. Работы хватает. Альфа, Ява, Чоппер, Чоппер. Минск там стоит, два мотоблока, ковыряйся и ковыряйся. Машина. Все, все, пока. Машина.